Сколько соток? Сколько соток земли? У кого? Здесь участвуют. 13 соток участвуют. А у меня Верховный Суд. А еще кроме Верховного Суда, есть еще 3 недели Верховного Суда. А там как вообще туда нет. И вдруг говорит, на год это единственное дело, которое в связи с ним отменило решение Верховного Суда Российской Федерации. И какая-то Амелина, я не мог найти ее, кто москвичи были, найти ее, я даже не помню, что я чувствую. И она признала, что все не справедливо. На 2011 году. Тут судов было, измурыжили все. И началось по-новому. И тогда они отменили решение, ну уголовное это заменили, дали там сколько положено, потому что амнистия была. А вот по-гражданское, что меня изъяли, магнитофоны, пленки, главное начитывание, создание фонотеки. Как ее считают, крупнейшая в мире фонотека была. 50 книг. Святые отцы по сегодняшний день в интернете нигде нет златооса только умена на моем сайте. И «Жития святых по частям» есть, а полностью только умею, и «Добротолюбие», и «Четыре книги Георгия Дещенко». Ну 50 них. Но я по расценкам тем брал, которые государственные. Тут такой мухляш, обман шел. Хороший председатель Женодорожного суда был. Он со мной прям едет туда, ГТРК, доставит приказ 550, и его нету. Согласно которому начисляется время создания, оно у меня там оформлялось, музыкальное. Я говорю о Ленине, там речь Ленина, там говорю о войне. Жуков выступает и говорит об окончании войны. Карлсхорст оттуда идет. Это очень дороже стоит. И везде корешки только приказа нету. В Новосибирск ехать в Томск. Нигде нет этого приказа. А по этому приказу начисления идут. А где приказы, по которым начисления-то идут-то? Они его указание из Москвы дали, его вырезают. Тут что они делали? Ужас какой-то. Тогда они практически не изначально заплатили, а только оформление. И что-то там еще такая мелочь. И эта мелочь стоила вот это вот. И мне заплатили одну двухсотую часть. Одну двухсотую. И это обошлось тогда 55 миллионов. А общий иск был 11,5 миллионов. Это работа была, просто колоссальнейшая работа была сделана. Ну хороший был прокурор края, генерал-лейтенант был. У меня просто дружба была с ним. И он как мог-то, и мэр города. Он входил в лучшую десятку мэров России. И он у меня здесь бывал. И они тогда все вместе собрались. И ректор юридического института, хорошо знаю, скорее, Стэн. Ну сколько мог человеку. Руки-ноги, кстати, мы уже не вставим. Меня же пытали, тянули. Ну давайте закончим это дело-то. Я помню, пришел к представителю, как он назывался, не представитель тогда, а глава администрации Нижедорожного района. Он сейчас милиции мэр города. И уже вопрос решен. И еще начинает обманывать. Ну а сколько бы вы хотели площадь? Ну а мы-то ютились там, где молились-то. Там все вот такое только. И он там, ну вот мой кабинет и прихожая, это хватит будет. Я аж задохнулся. А то сто квадратов. Леонид Тихонович, можно записать это? Можно за диктофоном схожу? Очень интересно просто рассказ. Просто... А, или потом можно запись будет попросить? А все в интернете выложим, не переживайте. Да это все в интернете, вот он у нас стоит. Вот. Ну, понимаете, что они-то хотели бы некоторым помочь, но слишком высоко это все было уже известно. И тогда уже решали. А выдать нету. Тогда уже решение вышло на коммунальное имущество. И меня привезли вот это первое место. А здесь была станция по спасению на водах. В Москве есть такой Дмитрий Быков, писатель. Вы же знаете. Он об этом хорошо написал. Он в Потеряевке был здесь. Что теперь спасение на других водах тут идет. И вот тогда приехал мэр города. Тут, конечно, из нашей газеты, этой, Алтайской, все это сфотографировали. И написали, Лапкин предпочел храм недвижимости. То есть им расплачивается, а расплачивается еще не ищем. Даже этой суммы не было. И Бог это делает. И дала им этого судебного исполнителя. Она прямо так мертвая хватка. Пока не рассчитаетесь, Лапкин, ни один учитель не получит зарплаты. Пока не рассчитаетесь. Но они тогда сами уже на встречу пошли. А что бы вы хотели? Как это? Я говорю, молиться негде. И вот тогда вот это вот решили. А вот это все вместе. 226 квадратов. Это второй домик тоже мой. А я сто испугался. Думаю, это много. Это не дадут. А когда вот это было заперто. И когда привезли, верующие говорят. Ну а как ты сказал? Я говорю, я обрадовался. Сказал, я согласен. Надо было поломаться. Сказать, не согласен. Ну, как обычно говорят, вроде бы насильно меня сватывает. Я говорю, зачем же я буду? Я очень рад был. Только начали у Алтарь делать. Бэр города приехал еще раз. Посмотрел, как много сделали. И благодарность от него. На стенке висит у меня здесь. Что теперь у вас будет место встреч и молитва. И желаю вам гордо. Ну, он так понимает, бывший порторг. Это нести знамя веры и прочее. Такие слова, ну, не административные. А прям задушевные, теплые слова. Ну, а дальше уже тут. Этот дом, я так думаю. У меня данных-то нет на это. Думаю, он один на всю Россию. Чтобы зэку, каторжнику, мэр города приезжал, давал. Да еще и благодарил. Да в газете приехали с корреспондентами. Это вещь невиданная. Ну, даже бывает это кому-то. А вместе что-то заплатили и все. А чтобы вот так, и что тут будешь молиться. И этого я вам желаю. Да нет это. Ну, просто нет, и никто этого не знает. Это Бог так все сделал. И когда батюшка тут говорил, говорит, хорошо, что брата моего посадили тогда, а то бы иначе дома-то не было. Потому что с этим все связано, получается. Ну, конечно, тяжело было, трудно. Но зато в руки ты когда возьмешься, собирается. Тут столько всего было. Тут и свадьба играется, тут и гости приезжают. И тут пресс-конференции. Батюшка два раза уже до рубежа был. Вот по объединению-то когда было. Он приезжал, тут все прессы, тут все собирают. Это все здесь вот. Маленькое пространство такое. Видите, везде надписи божественные. Я так говорю с вами, а рука трясется справа. Охота показать еще что-то. Вот это называется у меня «Кристина православия». Тоже второе издание. Я хочу, чтобы вы просчитали предисловие. Кто хорошее считать может? Анотация, да? Громче считайте. Материал для этой... А, не состраничный. Да. Автор выражает особую благодарность Клининку Владимиру Федоровичу. Сегодня было судьбу с Леарем с нами. Главный редактор газеты Алтайского государственного университета за науку. Благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч глиперов. В то время... И дальше... Материал для этой книги собирался 40 лет. Представьте себя. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам МГА, Московской Духовной Академии, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборки материалов. Быть может, со временем блаженного Иеронима Стридонского православия не появлялись материалы такого рода. То есть 420 манула, я так думаю. Сравнивая все полученное с священным писанием, приходится сделать заключение, что то, что сегодня называется православием, практически не имеет основания на странице Библии. Создана совершенно новая религия. Возврат в первую истоку возможен для тех, кто еще жив, если есть покаяние за отступление от Библии. Это фактически подборка. Тут моих слов очень мало. Посмотрите заголовок только. О чем здесь идет? Содержание Слова Божьего и Терреса Священного Писания. О молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению, о высповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыне, о спаси Господа, о творжении, от обедения, обняться за Божий и тече, о свидетельстве, о слове, о сне, и так далее. А продобрите... Это все отдельная тема. Что об этом Библии? Святые отцы, каноны церкви, жития святых. Я сейчас посетил выставку, был. Ну и с одним мы разговаривались, там подошел он. Мужик говорит, да, у вас что-то в Барнауле слабая вера. Я говорю, а как вы придете? Ну вот, мало вроде это берут. Я говорю, здесь уже, она утвердилась вера, уже все с его набрались. Поговорили с ним, могу ходить только, он заставляет, а у него там масло, он мне, бутылку кагору и бутылку масла. Как крепость православная. Масло, масло 200 рублей. А это 400 рублей продают, а я. Которые, которые имеют, вот сейчас это, они называют настольные книги. Без всякой прибавки. Я же от руки перемещал. Буквально, тут и Балашов помогал. Ну бывает, одну фразу пришлите, я, может, включаю его, когда помощь. Здесь найдете особенно материал, написан такой заголовок. И так бодрствуете, о всех подделках православия. Что об этом говорят в житии? Подделки прямые. Этого не было никогда, как шел обман. Спасибо, Христос. Этот материал для меня очень дорог. Вот второе издание вышло, оно, ну, видите, со всеми фотографиями. Это все наши фотографии, как мы говорим, что мы говорим. Это батюшка исповедует, там, в Потеряевке здесь. Это, вот, и, может, вы знаете, Иоанн Сулоров из Сулы. Еще когда не было вот этого акта признания экономическом, он уже, вот, батюшка, они были вместе. Это друзья, 30 лет. Хороший, хороший батюшка, ревностный такой. Все время сюда приезжает. Какой зал? Вы где бы ни взяли, вот так вот, на вскидку. Откройте, и вам уже не вылезти оттуда. Я себя лучше, человек. Чтобы прочитать, что все, что вы написали, надо оттуда на полгода взять, никуда не ходить, ничего не делать. Вот у меня что-то, я взял, ну, анализ этого. Вот, допустим, Библия. 11 катушек по 375 метров. Каждая катушка 8 часов 20 минут. Углажай на 11. У тебя сразу она выйдет, там, 96, 90. А архипелаг, улаг, 80, 67 часов. То есть у меня, я могу сказать, златоуст, попродолжим. Вот так, нормально, не торопясь. Вначале было слово, и слово было у Бога. Вот в таком темпе читать, я могу назвать, сколько на жития требуется. Златоуст это 62 кассеты, умножая на 8 часов 20 минут. Вот жития полностью 12 томов, и плюс из двух томов, настольные книги священнослужителей, отсутствующие у Дмитрия Ростовского. Это 40 катушек. Они все начитаны, и все у меня на сайте стоят. Вы можете заходить, а у нас стоит делом как, на первой странице. На сайт зашел, а вверху написано, православный форум Игнатия Лапкина. Я только ткнул, и сразу перелетел на форум. И в каждом моем выступлении внизу написано, более подробно здесь. Ткнул, и сразу на сайт. Но самое большое сейчас материал у меня, это на Mail.ru. Просто в Mail.ru запусти одно слово, и на Google по-русски. И она сразу выкинет Греченина, и Лапкин второе слово. В него ткнул, а дальше идет форум, или сайт. На него ткнул, уже на сайте на форуме. Я вам визитышку дам. Это наш сайт, и наше занятие в университете. Я там 17 лет вел. Спасибо. А в социальных сетях у вас нету? В социальных сетях у вас нету? Facebook, ВКонтакте? Все там есть. Нет, нет. Нет, вы в Facebook не работаете же. Facebook. Нет, тут только в Mail.ru. Мы узнали, что ничего там нет. Мне нужно рассылать. В Mail.ru есть. Это ничего не могли сделать. Живой журнал открыли, вставляет это место. Ничего более живого в Mail.ru нет. Я могу сказать, все в Facebook вместе не стоит Mail.ru. Даже близко. Mail.ru у меня, допустим, сейчас, я могу, у меня 3300 друзей. Я могу день несколько раз. 4000 знаков. Могу прилеплять любой, там, сразу хоть 10 роликов прилепить. Один за другим. Вот у меня в Mail.ru стоит только наши фотографии, 3800. 3800. Наших роликов, вот о нашей жизни, что снимаем здесь, 480 роликов. Беседы, все. И там, ну, что только не скажешь, там все есть. Mail.ru – это совершеннейшая система. Думаю, что, ну, не скоро что-то лучше что-то сделаю. Даже самое, кажется, это маленькое какое-то дело, коснешься, и у них это предусмотрено, переброска, там еще что-то. Вот это вот. Ну, я работаю в Mail.ru. Вот это, да? Третий год, и скажу, что у меня открыты ВКонтакте, в Одноклассниках. Это Мертвый озер, но там ничего нет. Там тоже много. Там ничего, только, ну, познакомился, сказал там, жена родила, ребенок умер, но все больше ничего нет. Здесь я посылаю огромные материалы, я могу целую книгу, сейчас, так сказать, раз ее файлом загнал, и сразу 3300 получают от меня. Мне нужно в Александре Мени было нашу беседу с ним. Раз, 3300 получают. И это в течение одной минуты. Там все обдумано. И они все время ее улучшают. Ну, я говорю на опыте уже. Конечно, у нас стабильный, мертвый, сказать, без подвижки стоит сайт. Это громадные склады. Там все, фильмы о нас, государственные. Вы знаете, что у нас фильмы сняты? Вот при чувствии, о нас снятый фильм, ну, это более ранний период. Он занял первое место на Международном киноконкурсе в Богославии. Золотой Витязь. Второй фильм, Золотой Соспотеряев, это моё прозвище, он занял первое место в России. Там четыре фильма, о нас снятые. И там чего только нету. Это сайт. А уже форум. Тут я материалы, конечно, вставляю. Это 1300 тем. Тем. А тема это развертка. Там о Геогащиткове. Вы столько найдете. И везде фотографии. Фотографии. Фотографию. Бывает на 10 страницах, на каждые 10 фотографий. Если о Гитлере, о Ленине, о Мазадуне, все найдете. Там о Высоцком. И все везде. Песнопение поставленное. Биография. Если я поставил там Валентина Полкуновой. Это ее сразу. Биография. Здесь же как ее хоронят. Тут же идут ролики. Ну все абсолютно есть. Ну вот в поисковик только введи. А поисковики и на форуме, и на сайте. Очень легко искать. Поэтому у нас, видите, сайт. Форум живой журнал. На живом журнале одна тут работает. Я ей отдал. Для меня он тоже без обратной связи. Кто-то нападает и ничего нельзя. А на форуме... Ну наш форум его форумом нельзя назвать. Это не икураевский. Там улетается, там мотераторы. У нас этого нету. У нас почти мертвая зона. Бывает неделю и недавно. Каждый день стабильно 100 с лишним человек заходят. Мы даем в законченном виде материал. Спорить не още. Бывает кто-то вопрос. А где найти это? Больше вопросов. Это то, что я желал. А кто организовал, ну я не специалист, он говорил, это не форум, это второй сайт, это надо вот так, чтобы люди... А я говорю, как люди? Ну давайте посмотрим. Вот матерятся. Одно слово сказать. А ты как думаешь? Другой отвечает. Я думаю, не там. А ты про это слышал? Теперь следующее. Это страница называется. У нас страница, это 50 тысяч знаков. Это громаднейший материал. Бывает возвращение домой. Питер Гилпуст. У меня полностью книга в развертке. Ну пишет одна там женщина, она обратилась, мусульманка. А мусульманах у нас море. Там, наверное, тысячи только этих на форуме роликов стоит. Там разборы, всего-всего-всего-всего. Наш форум, я не могу сказать, что нет, но сайта нашему равных нет. Я его называю суперсайт. Там 50 книг только аудио. Это нигде нет. Это не просто аудио. Ты насчитал и все. Вот вы откроете, допустим, «Житеское», там написано аудио, видео. Выткнули «Житие святых». И они «Житие святых» не так, что я беру, за сентябрь просчитал, за октябрь. Я везде вводил новинку улучшения. Вот, допустим, сентябрь, первое. Он показывает. Игнатий Богоносец, там, первый век. И в одном, первого числа. 15-й век, там, такой-то, вот такой-то, сильвестр. Я сделал на 12-ти томов, с 365 дней, выбрал только первый век. И сдаю первый век. Опять 365 жития, 173 жития на 365 дней. Выбираю только второй век. Второй век, отдельно совершенно с новой строки. Третий век и до 20-го. А 20-й, тут меня засыпили, уже в тюрьму потащили. Потому что тут пошли мученики советские. И вот это, в таком виде, все это стоит, разбитое на файлы. Ну, допустим, вы открыли на сайте. Там написано, первый, второй, третий сайт. Это файл. А что в нем? А теперь отдельно, открываешь файл. И там сразу показывается. Первый сентября. Ну, там написано, что. Какие жития святых. И количество страниц в книге. Графа отдельно. Большое житие или небольшое. В каком я тебе был? Продолжительность. И так 1173 разграблено все. Это все там. Этого нет нигде. Это наша работа. Тут наш архиерей зашел, он ужаснулся. Это неужели все сделали? Все сделали. Одному никогда ничего не сделать. Хотя, конечно, кто-то должен был руководить. Я нигде один не задействован. Везде братья, 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 сестры наши. Это участники. И Златоуст точно так же разбитый. Надо брата любить. Там, 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 там ничего не сделать. Житие у нас необычно начитано. Необычно указано, в каком файле, в какой житии святых. Это все на сайте, который дал. Вот смотрите. Вот эта вот фотография, вот посмотрите. Это отец Аким, крещение. Он вот заходит в воду. Вот подходит, вот крестится. Вот он сидит, снимает. Это он. Это он, крещение принимает. Вот сестры здесь. Гали-то нету, ушла она. Здесь, здесь она. Гали, где? На кухне, сейчас. Ушла? Ну, здесь, здесь. Это только она стоит. Я могу показать, кто это есть. Это в ней стоял. Это батюшка. И вот это вот в интернете-то выставлено. И вдруг в православии, в московской патриархии, издают брошюру. Какой-то игумен Игнатий. Надо же, Игнатий тоже звать его. И он издает. И ничего не нашел лучше, как вот эту взять, переломить пополам. На первую, вторую страницу у него, ну, корочка снаружи была. Она как бы, ее надо посмотреть вот так вот. И окрещение. Фамилию я его не знаю. Она у меня в интернете стоит. Ну, фотография-то наша. Значит, во всем интернете он ничего не нашел лучше, доказать, что полное погружение должно быть такое. Но это еще полдела. Продают эти брошюрки. Там написано по благословению, патриарх Алексея II, все. И продают в храме. А одна из них, которая нас знает, приезжала, подошла и говорит, батюшка, а вот эта фотография, это у Патеряевка, это Игнатия, это, кажется, его отец Аким говорит, как так? Да там же благословение патриарха Алексея. Но патриарх Алексея-то не на подокарточке сказал-то, а на содержании. Что они? Немедленно взять и сжечь все. Вы не представляете, какая там злоба к нам. Из-за того, что наши фотографии, они же ее избрали, и он увидел уже к концу продавим брошюрки. Немедленно взять и сжечь. Вообразить даже нельзя. Это все, сейчас в патриархии были, я все высказал. А не давайте перевернем страницу, старые не будем вспоминать. Кто вспомянет, глаз вон, ансаложнистын пишут, а кто не вспомянет, оба вон. У нас не написано не вспоминать, а написано, согрешил брат твой, выговори ему, 17-3 в Евангелии от Луки. А я выговорить ему не могу. Мы договорились. Батюшка говорит, поедете там в большое село, большое, там, допустим, 12 тысяч, ну и надо у батюшки благословить. Там храм есть, храм есть, это опасность. Самое опасное, что есть, это патриархий храм и священник. Ну и пришли, отец Олег, он нас знает, благословили, сидим, беседуем. Ну хорошо, мы сейчас расслеим объявление, через пятую неделю у нас уже договорились с клубом, дом культуры там будет. Но, к несчастью, тот, который входит, он матершинник этот за клубом, но он с попом знает. А я еще у батюшки спрошу. Ему не важно кто, батюшка это главный идол. А мы уже договорились, развесили объявление, народ знает, ровно за 12 часов до начала священник звонит. Вы не приезжайте. Как-то не приезжайте. А я с благочинным поговорил, это вот здесь Павловск есть, больше. Благочинный отец Александр сказал, не надо, это вы не православные. Мы не православные, а какие мы? Ну батюшка, он же сказал, да ты священник, с тобой разговаривали, материалы тебе даем. Ты о нас слышал, знаешь. Ему благочинный сказал, а благочинный мой епископ давнул. Тут иерархия, смертельная иерархия, плановая. Но мы все равно будем. Мы уже не можем отменить, потому что народ-то знает в силе. Что они делают? Связываются с прокурором, присылают милицию, и он натравлют. А в это время тут судили, как он называется у них там, пастор или кто, свидетель Егор, в городе Молтай. А его выпустили, за ним ничего не было. Выпустили. Но они под эту, как раз, под сурдинку нас подсунули. Милиция приехала сразу же. Так вы разве православные, но православные. И тут же редактор или журналист местной газеты, который нас привез в фермер один, он ему знакомый. И мне сразу отдел юстиции, отдел юстиции говорит, они зарегистрированы, это православная община, русская заруберная церковь. А теперь милиция на них, на попа. Журналист пишет, этот с каких пор священник исполняет роль секретаря КПСС по идеологии, кого пущать, кого не пущать. Они на себя столько гнева нагнали. Вот сейчас стояние, патриарх придумывает такое гонение. Да гонение на патриарх, а не на церковь. В церкви нигде ничего не изменяется. Меньше воровать надо. А я, может, в моей молитве достигли это. Что там везде выступает, там разные невзоры, вот сейчас долго, это со всех сторон православия, там что-то щапает, щапает сидит. Их вызвать надо сюда, на бруствер. От них праха не останется. Они всем уже омерзели, обрылили, как говорится, до ненависти. Лезут куда не надо, с властями, вот разные там силовые структуры. Какие силовые нам структуры? У нас одна структура Христоса, они Бога не знают совсем. Вот мои книги, вот наша одна прихожанка. Ее нет в воле. У нее сын, преступник, сидит в тюрьме здесь, потом в лагере. И она принесла ему книгу, а он дал мою книгу. А он дал заключенные, там считает, по рукам пошла. И она приходит, у тебя все книги покупает туда. Но там курирует священник благочинный, который по силовым структурам. Фамилия Погиблов. Шельм уже метит Бог. И фамилию такую не придумаешь. Погиблов. И он сделал все возможное, чтобы мои книги там не были. А я 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Сам зэк, я знаю, что сказать. Он не под каким видом. Тогда у нас юрист, мы направляем документ, что они не имеют права. Мы одинаковые с ними, мы за регистрацию все приложили. Они не допускают. Тогда у нас библиотека переполнена книгами. Это самое последнее. Ну нет, тогда другим путем. А одному можно только четыре книги. Тогда через знакомых, через эти, мы все равно все книги туда сплавили. Они там будут, но они подлые. Подлее некуда. Это подлая-подлая организация Московской Патриархии. Ничего более страшного из земли, наверное, сегодня нет. Вот представьте, прощенное воскресенье. Мы каждый год ходим в Покровский собор. Здесь утром у нас проходит чин. А потом туда. Ну и стоим в службу вечернюю. А там священников было около 30. И потом наши, когда все уже проходят, а наши по форме одеты, мужчины, женщины. И также идут к архиереи и ко всем. Выходим на улицу. Ну все, чин закончился, служба закончилась. И мы поворачиваем в эту сторону, вот сюда идти. А у них туда там епархия. Мы с этой стороны. Но у нас с тобой маленькие квитки. Тогда у нас еще не было отпечатанных. Вот такие вот. Наш форум. Сайт. Кристине один народ. Все, ни слова, ни телефона, ничего нету. Нас обступили семинаристы. Игорь, это нет здесь. Он сегодня геолог, уехал в тайгу. Может, даже видели, с вами разговаривал, наверное, такой с бородой, такой солидный мужчина. Вот. Это он как раз и был. А они к нему подходят, семинаристы. Прямо колокрама. Только что подошли от крестопа эти. Только что это, подходит, ты чё, козел на него. Тут же сестры наши стоят, дурак. А другой стоит, дай ему в морду. Это завтрашние священники. И тут же стоит священник. Мы говорим, да кто же вам позволил? Нас архиерея благословил. Более подлого поколения нет такого. Это преступники. Я в архиереях был, а у него так висит, это, видимо, отличники. Я говорю, вот это ваш волчатник, вы за него отвечать будете. Это волчатник. Они были нормальные ребята. Ну, там, фотографии этих студентов. Они нормальные ребята были. Они были там, кто работал, где с ними можно было говорить. Сейчас нельзя подойти к ним, нельзя, нету. Вас судить надо сегодня же всех. Вы развращаете людей, вы преступниками делаете. У него ничьи есть, и недостоинства, у него ничего нету. Его какое дело, мы здесь разговариваем в стороне. У него что, отняли? Любой мирской передов. Благодарю. Игнать Тихонович, я предлагаю. Попробуйся. Поскольку тех, кого вы ругаете, рядом нету, а за глаза нехорошо... А это все сказано им. Отхорошо, когда это в интернете стоит. Но за глаза нехорошо. Это я скажу, скажу. Это не за глаза. Я повторяю разговор, который был с архиереем. У меня предложение. Да. Давайте о нас. Нет, я сейчас закончу это сначала. Заметьте. Ничего, ничего, маленько. Это у нас записано все. Послушайте. Игнатий Тихонович, если вас будет кто-то ругать... Это не ругать. Если вас кто-то будет ругать, я не дам. Не надо. Это не ругать. Это то, что есть. Нас с тобой будут соединиться. Игнатий Тихонович. Ну, потерпите маленько, как гость. Игнатий Тихонович. Здесь сидит наш архиерей, а здесь Максим. Я ему все это говорю. Если я повторяю разговор, который выставлен в интернете, здесь никакого суждения нет. Если бы я первый раз шепотом наворачивал вам, это все ему сказано в глаза. Это я свободен сказать. Я предлагаю, когда пока... Ну, тех, кого нету, кто не может... Мы не можем ни о ком говорить, ни о ком у нас тут нет. Вот знаете, я преподаю в университете. Это та же самая тема. Я преподаю в 17-й год, бесплатно. Там и студенты все ходят. У меня прекрасное отношение с ректором, с проректором. И приходит проректор и говорит, прямо занятие. Это снимок, и все это записано. Неприятное известие. Вот местные епархии прислали бумагу, чтобы вам отказали здесь. Это у нас аренда помещения. А почему? Да разве мы на это пойдем? Я к ректору. А ректор был, где-то ездил, приехал. Очень известный ректор. И все гнев. А студенты, это 21 тысяча студентов только здесь. Они чего решают? Он поискал, секретарь поискал, а нету бумаги. Мне ни один коммунист этой подленки не делал. Я ему это все высказал. Я тебе мешаю, я занимаюсь. Я говорю, мы вам любую аудиторию даем. Они преследуют на каждом шагу. Это не он, это система. И они пришли в университет, не постыдились от Гончаров. Сергей Михайлович принес эту бумагу, чтобы нас вышли на улицу. И было не один раз выше вырвали. А потом обратно принимали. Никто этого не делает никогда. Он говорит, ректор, нужна аудитория, пожалуйста, берите. Вы даже не понимаете, о чем. Вот осуждение, это игра в лжепослушание. Это неправильно вы говорите. Говорить обо всем мы можем. Тем более, это уже известно, и в интернете стоит, и я им в глаза выговорил не один раз. Игнат Тихонович, ну просто, мы, ну, приехали, чтобы пообщаться с вами. Вот вы общаетесь, вы меня видите таким, какой есть неелейный. Мы бы и о вас хотим. Да, я как о себе говорю, что я никогда не оставляю без внимания людей. Что они, тысячи людей хотели голодом оставить. И нас из тюрьмы они оттуда, я 17 лет вел занятия, оттуда вышибли. Дальше, огромная статья. Кто такой Игнатий Лапкин? Одна ложь. 47 ложных посылов только в это. И теперь московские там диссиденты, писатели, поставили сюда бумагу, заступаются. Шага одного нет, чтобы они не гонялись за нами. И сейчас, когда у нас идет рабочая группа работает, я это все высказал. Куда бы мы ни приехали, вызывают сразу милицию. На каком основании? Это сергианство в живом виде. С ними нельзя общаться. Они будут выжжены до тла. Это, я знаю, закон Божий. И не говорите об этом вот так вот. Давайте их здесь нет. Их никогда здесь не будет. Мы рассуждаем обо всем. И я его не осуждаю. Он может покаяться, но он наказан. Он сейчас не может даже встать. Он должен был в Потеряевке быть в это воскресенье. Я о деле Божьем. Кто бы, говорит, соблазнялся, за хуя не воспоминялся. Они дело Божие рубят. И рубят смертельно. Представьте, Евангелие мы разносим. Возвращаемся к храму. Около храма разорванный Евангелие уже жжет. Вот священник сказал, но при счастье не приму, кто Евангелие не отдаст. И сжигает. Я патриарху написал, Кириллу, и написал. Худших антихристов, как ваши священники, никого нет. Позаботьтесь об этом. Это где такое было? Ну, где же где Евангелие? Где Евангелие? Ну, вообще, назвать именем. Вы же не знаете местность его. Ну, Шахин назову, вообще-то скажу. Ну, скажу. Вот были мы в Карабене. Карабенниковская икона. Это место, центр такое. Мы приехали туда. Это все заснято. Это все в интернете стоит. Вы можете открыть и там посмотреть. И он в священниках стоит. Игнатий Тихонович, только уезжайте отсюда. Только уезжайте. Я говорю, мы в Годосе приехали к вам. Мы прошли все силой. Три Евангелия нашли. На тысячу человек, шесть человек только ходят в воскресный день. Зона мертвая. Бабушка одна. Вот кому она? Нина, тебе? Где она, Нина? Ну, сейчас слышу. Нина Александровна. Нина, скажи-ка, Карабенников, какую тебе книгу? Там бабка из Вас есть, киндивирующая? Что тебе? Сонник. Рецепты пять тысяч заклинаний. Одна книга по объему, как Библия. И вторая книга такая же по объему. Там тоже сонники какие-то, еще какие-то наговоры. Это монастырь. Это в центре алтайской религии. Сердце Алтая. Вы даже не понимаете эту бездну, куда они людей столкнули. И говорить о них нельзя говорить. Они осужденные уже. Мы обязаны криком кричать и трубить. Золотой Никогда не сорвал, что сделал. Гонорий там какой. Он прямо называл имена. Они живые люди стояли рядом. Это ложное у вас понимание. Совершенно. Мы должны назвать все своими именами. Я не голословно говорю. Я числа показываю. Я говорю, так вы приняли, накормили, напоили. Мы к вам приехали в гости. У вас сейчас мертвая зона. Мы людям в каждый дом 450 новых заветов подарили. Вы шагу не сделайте, чтобы... Мы раздаем, в поезд едут и наши раздают бесплатно. Бабушка берет, а сколько стоит. А наша бабушка, Анна Кузьминична, говорит, да нисколько даром. Она уже взяла вот так. Даром? Ну сектантка. Только сектанты даром дают. Православные никогда еще даром не дают. Пошла отсюда. Определитель. Православные, неправославные. Даром еще не дают. А в общем-то это так и есть. Они не воюют ни с иеговистами, ни с баптистами, только с нами. Почему? А это чужая зона. Сегодня самые трухлявые, ненужные слова это окормлять, воцерковлять. Каноническая территория. Этих слов ни в Библии не нет. Откроется словарежек. Окормлять только одно значение имеет. Отравлять. Отравлять. А дальше воцерковлять, это помаленьку втискивается. Это враги слова рождения свыше. Такого нет слова воцерковлять. Ну перебор. Перебор. Вы один раз выслушайте. Я себе говорю. Перебор. Вы выслушайте. Владимир Тихонович, мы просто уважением к вам, но перебором. Не надо мне уважения вашего. Вы уважаете Слово Божие. Вы помните, что Хомяков, Хомяков вы знаете? Кого? Хомяков Алексей Степанович. Нет, не знаю. Ну, а этот человек, который для церкви много сделал в 19 веке. Да, философ. Он использовал это слово. Поляков? Нет. Хомяков. 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 Ну, как же нет, так не знаю. Но он использовал слово воцерковлять. Еще правильно. Златоуз говорит, я тебе представляю закон Всевышнего, а ты мне чужие грехи, не на равных. Вот они заблудили туда, завели Россию нашу. Как Достоевский уже один из самых уважаемых людей. Пробуждение начнется через монашество. У меня лозунг выведен. Монашество в том виде, в котором есть, принесло зло сотни, тысячи раз больше, чем мусульманство, коммунизм, фашист и масонство вместе взятое. И это я все выставил, у меня записано. Сидоров в Москве выпустил книгу, как раз монашество, принося плоды, говорит, не давая плода уходила в землю. Через 600 лет пришло мусульманство, все захватило. А почему ни одного, говорит, Кирилла Мефодия, это Кураев пишет, не начали к мусульманам послать за 6 столетий. За 6 столетий сидели, прятались, гнобили, самое лучшее. Игнат Тихонович. Что за монашество? Хорошие слова не ругайте. Слово воцерковлять хорошие. Господь сказал, идите по всему миру. Мона противно христианству. Вы сами это делаете. Вы сами людей помогаете прийти к Богу, но и друг с другом вы сводите, правильно? Мы даже людям указать на Христа и на церковь. Да, на церковь. Но ввести в церковь это и есть воцерковить. Нет. Это рождение свыше. Воцерковить это привыкнуть. Человек постоянно ходит, это воцерковился, привык на праздники, посетиться и прочее. Это лживое слово. Погибельное для рождения свыше. Привыкнуть это не воцерковить. Это воцерковиться. По-другому батюшки не понимают. Все время ходит, все знает, читает книги. Это понимание, да. Отец, ты меня в этом не переубеждаешь. Я этим живу. 50 лет я на самой гуще событий, на самой рахатуре. Просто жалко, когда хорошее слово в плохом смысле употребляемое один раз становится плохим. Оно плохое слово. Гнилое, трухлявое. Есть рождение свыше. Встреча со Христом была или не была? Дальше разговор не ведет. Встреча со Христом это из Савла Павла. А здесь ничего нет. Одна гнилья идет и все. Это другая жизнь. Это другое настроение. Это другие мысли. Другая энергия. Все другое. Это встреча со Христом. Это нет встречи со Христом в православии. Они этого не знают даже. Игнатий Ильич, а как вы преповедуете Христа? Мы преповедуем Христа, как по Евангелию написано. Чтобы люди отвергли себя. Это первый шаг. Не сцеплялись за свое. Ни за таланты, ни за возможности. Просчитывая, я бы как взял. Согласись, что ты ничто. Прах и пепел. И теперь дай место Христу. Поверь, что за тебя умер Христос. В данном случае лучше, правильнее баптистов никто не проповедует. И когда мне задают вопрос, а я патриарху это написал. Кириллу Гундяеву. И меня спрашивают, а что бы вы сделали, если бы вас избрали патриархом? Ну, вопросы надо задать. Был бы ты президентом? Я говорю, не дай Бог, в первую очередь. Ну, а если бы так? Заставили. Ну, первым делом я бы подыскал место, где спрятаться. Потому что к вечеру церковная мафия, это самая страшная мафия у нас в стране. Церковная. Они уже уничтожили бы. Ну и первым делом что? Прекратить всякое строительство храмов. Всех. В один день прекратить. Открыть хотя бы тысячу училищ. Все средства бросить на издание Новых Заветов. В училище пригласило не меньше тысячи баптистов, которые дали ему подписку, что никак православную догматику трогать не будут. Ни на икону нападать. И все. Они знают, что такое рождение свыше. Ситуацию можно переломить буквально в течение одного месяца. Он его не знает, это о пути патриарх. Он не рожден и свыше. Он мертвый. Он поэтому не может. Он совершенно мирской человек. Игнать Тихонович, мы про вас спросили, как вы проповедуете. Я вам скажу, так я проповедую. Вот у меня в книгах, в одной, я разбираю 60 ответов Алексея, патриарх Алексея, вопрос ему задает, его ответ, а дальше я даю результат этого. Дальше вопрос-ответ. И на 60 вопросов только 2,5 он отвечает правильно. По Евангелию. Все остальное колобродит умом где угодно. У Кирилла, кажется, полтора вопроса ответил правильно. Там Козлов, что сказал Максим. У Старобрядцев Андрея. То есть я делаю 4 тонн. Полный разбор вот этих знатных людей. Они не знают Бога. Нет, ну когда вы по деревням проезжаете, вот как вы... Мы заходим по порядок такой порядок. Ну допустим, мы знаем где село. Нам нужен план хотя бы примерно знать. Мы спрашиваем людей, вот это дело центральное или нет. Где больше, там или здесь. Ну примерно село мы знаем как. Обычно выезжаем на двух машинах. Ну если село большое, до 9 машин бывает. Ну в каждую машину 4 человека, кроме шофера. Шофер не вылазит. Теперь мы распределяемся паром, если много людей. Ну начинаем говорить, значит, вы идете в эту сторону, а мы в эту. И начинаем по порядку все улицы прочесывать. Один идет по одной стороне, бой по этой стороне. В каждый дом стучимся, заходим. Ну обычно людей вызываем. Ну и спрашиваем у вас, Евангелие это есть или нет. И дальше говорим, сегодня у нас встреча в Доме культуры, или там называют клуб, в 15.00. Приглашаем сюда и даем наше объявление. И в каждую библиотеку я дарю полный комплект. Это 11 тысяч. В прошлом году мы подарили на миллион 100 тысяч. В каждую библиотеку. В первую очередь мы оставляем там все. Дарю я дальше туда там Библию, или Новый Завет на англо-русском, немецко-русском, для учащихся где-то. Ну и даем везде Евангелие от Иоанна. А кто придет, тем Новый Завет. Ну и сколько успели обойти, бывает большое село, не успеем обойти. Разговаривают на все про все, от дома к дому две минуты. Больше не, иначе мы не успеваем. Дали в руки приглашение, вперед, 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 вперед. Теперь люди собрались. Ну и видно, что много или мало. Если мало, значит, стараюсь ближе к судах. И дальше начинаю говорить о Боге. О жизни человека кто такой, откуда мы приехали. Мы всем должны сказать, а кто вы такие, откуда. Мы поселок Потеряевка, Мамовского района, строим поселение православное. Мы православные люди, и поэтому желаем, чтобы вы знали. И дальше говорим о том, что, о создании человека, о его греховности, о пришествии Христа в этот мир, и о его втором пришествии. Что в этом мире делать? И что Библия дает ответ. Это Святая Библия, всегда добавляю. Святая Библия дает ответ на все вопросы. Что у вас здесь могут быть? Поэтому я прохожу, бывают бабушки больные, и говорят, я никому не нужна, родственники уехали. Я сразу этот вопрос, это не так. Ты нужна. Ты нужна как молитвенница. Чтобы ночью вставала, молилась и о правителях, и о патриархе, и о священниках, и о том, чтобы земля русская пробудилась от этого хромешенного мертвого сна. Ну и сколько там, минут 20 высказала, основные какие постулаты, а потом вопросы какие есть. Ну вопросы бывают, и до частного порядка, а я вот так-то, а у меня-то то-то, а вот мы переехали, а теперь вот так-то. Ну и насколько возможно, я, как правило, остаюсь переводчиком, я не слышу, и чтобы человек перевел. Когда рядом, то мне хорошо слышно. Ну и отвечаем на вопросы. А теперь надо домой возвращаться. Это наше воскресенье. Воскресенье следующее готовим. Зовем-то куда? В храм, чтобы ходить? В храм, вот я говорил, храм, район, где у вас большое село, вы поезжаете сейчас к епископу Максиму, Алтайский, Барнаульский, и просите его благословения. И сами там собираете деньги, может быть построите, а хотя бы часовенку как. В каждом селе, мы всех в конце всего направляем к епископу Максиму, или в ближайший районный храм, куда можно наиспоют поехать, бабушки, которые есть. Бывает приходят сектанты, бывает приходят старобрядцы, у них специфические вопросы. Я 50 лет занимаюсь миссионерской работой, поэтому мне удобно с ними беседовать. Бывает даже, ну не стандартно отвечаешь, у него какой-то уклон такой есть. И ему именно конкретно вот это нужно сказать. Бывает человек разогнуться не может, чтобы пошел хотя бы разогнулся. Мы никогда, нигде не заступаемся за то, что осуждает Бог. Вот это вот нельзя говорить, я всегда открытым текстом говорю, на занятиях, в проповеди везде, так как есть. Поэтому в моих книгах, ну вот у меня презентация первых 8 книг была, и про орехтар Семкин выступал, профессор, и говорит, вот читаешь книгу, авторы, они лукавят. Когда говорят, я считаю книгу, а потом встречался с автором, он совсем не такой. Книги Лапкина совершенно не такие, противоположные. Вот какой вот есть, вот так он говорит. Нравится, не нравится, тут он называет энциклопедические знания, там, это для меня фальш все это. И главное, что все на Слове Божьем. В каждой книге у меня только выдержек 3000 Слова Божьего. Около каждом томе. Это посчитай сколько всего. И поэтому, ну я Слово Божье знаю просто. Поэтому я, чтобы не забыть вам сказать, мне Оля, которая там, через которую такая полная говорила, будто бы у вас там Библия переводы. Я абсолютный противник других переводов, кроме Синодального. И это я легко докажу. А эти переводы нужны для сравнения, для чтения, но не для тех, кто знает. Кто знает, кто этим живет, он никогда не примет. А тогда разницы нет, бери перевод, всемирный перевод этот, яговистов и все. Там Аверинцев переводил. Да какие это переводчики-то? Я беседую с Александром Менем. Очень хороший переводчик. Александром Менем. Беседую. Я говорю, скажите, вот переводят, допустим, Недерасим Петрович Павский. Вот Псалкирь его, там Матфея, или Филарет, Евангелие от Иоанна, или Данила Абрама Ишхвольсом. Вот вы, ну, еврейские, да я говорю, еврейские, с оригиналом работают. Александр Менем, евреи природные. Я говорю, ну и вот, как они переводят? Как, я с ними, Даниле, какое тут сравнивать не надо, говорит. Их знания, и мои, это совершенно. Их знания настолько колоссальные. Это такие переводчики, которым нету сегодня переводчиков. Это Александр Менем, еврей признает. Евреи с таким мышлением, у него нет равных священников сегодня, Александр Менем. Такое глубокое у него познание во всём было. Ну, бесед таких нет, как мои беседы, вот, в 20-м томе. И он это говорит, я этот вопрос задал. Если я Библию, как считаю, знаю наизусть, я её цитирую, и златоуста, считая по диагонали, смотрю, какой текст орковно-славянский, я его мгновенно перевожу по-русски, не ошибаюсь, и таких текстов в каждой пропаде до 35-70, значит, я его знаю. И потом одно слово, если не так сегодня идет, вот, мы дома считаем псалтырь. У нас умер человек, мы каждым распределённых по хофизме за умерших считаем. Ну, считают ребята, более молодые, студент со мной живёт. И он считает, и одно слово не так где-то скажет. Я его сразу высчитаю, вернись назад, и считал неправильно. Вот сейчас в псалтыре-тоизме библейским обществом, я нашёл там 6 ошибок грубых в псалтыре. Они вот так удивились, сколько людей считало, там, десятки тысяч, и никто не нашёл. У меня не пролазит, у меня перфокарта не пропускает это. Я сразу смотрю, в первое издание, оно не проходит. Вот вы выпустили Библию православную, потерявшись. Слово, оно по смыслу подходит всё, но оно не это слово. Здесь другое слово стоит, в приму Соломона. Стали смотреть в одном, в другом, и, наконец, нашли в первом издании, там, ну, первый перевод был, стоит нужное слово. А как вы могли узнать? Не могу я это сказать. Я просто на другом уровне это понимаю, на другом канале, как говорится. И никакой ошибки тут не может. И поэтому, вот, Касьяна переводы, я их начитывал и распространял, чтобы люди знали, существуют другие переводы. Вот новые, которые за рубежом, они у меня все есть. И адвентисты, и яговистские есть, но с этим пренебесным синодальным ничто не сравнится. Его издавало благословно с синодом, патриархом, зарубежная церковь, баптисты, адвентисты, все издают синодальные. И покушаться на это, во-первых, трата, никто это не будет. Для сравнения, да, это полезно. Вот я считаю, ну я в английском сравнил, он считал на немецком языке, какие я языки знал, но не считал. Ну, покатись, ибо приблизил он царство небесное. Ну еще приблизилось. А по-английски это «have at the hand», то есть царство под рукой. Приблизилось не просто, а конкретно расстояние даже, как бы еще усиливает. Ну не больше того. Не больше. Так и в немецком языке. Русский перевод синодальный может соперничать с самыми лучшими переводами в мире. Какие есть? Во-первых, четыре духовные семинарии переводили. Академии, академии. Четыре. Дальше. Один из присутствующих дней в месяце священный синод посвящал переводу Библии. Дальше. Двое уже канонизированы, как Макарий, Алтайский и Пиларет Московский. Это переводчики. Но это для меня не первое место. Какие это были знатоки? У них пренебесное сгущение. А это какое-то вульгаризированное такое. Считаешь, даже не верится, что человек этот молился. Вот у меня иногда люди что-то начинают спорить. Я вижу, он совершенно не то. Говорит, у меня один вопрос. А ты молился или нет? Вот это говорить, чтобы тебя Бог положил на язык. Вот у меня спрашивают, ну а как вот сейчас, в настоящий момент? Ну 73 года мне вот на днях будет уже. Это не два дня. Я говорю, у меня было, я очень любил, в Марфлоте был. Потом на Шлурман учился, МФ. Я много чем занимался. Я очень азартный человек. Если я занимаюсь изданием книг, то вот видите, что я за 8 лет. Вот это я сам в Верской занимаюсь, набор. Это каждое рождение нового дитя. Но надо понять, что это такое. 38, еще плюс с разгона, еще три книги я выставил в интернете. Уже готовы к изданию с картинками. Но уже я отошел от этого. Я писал стихи. Это последние 8 лет. У меня за последние 8 лет вышло 3100 стихотворений. Каждое по 9 куплетов четырехстрочных. Это вообще невероятно. И кто не считает, не могут понять даже, это как так. На 3-го раза только доходит. Это у вас такой смысл. Там смысл. Я сейчас считаю, не могу даже поверить, что моя рука это писала. Я отошел, я их не пишу. Каждую неделю четыре проповеди в храме говорил. Я отошел от этого. Я мгновенно все отрезал. МФ постраивал. Молитва и форум. А в молитву что входит? Псалом 118, самый большой. И 164 стих. Там написано так. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Мусульмане совершают намаз 5 раз. Давыд 7 раз. Златову столкуют. При всех старских делах он находил время 7-кратно в день становиться на молитву. А что значит разовое становление на молитву? Что сказать Господи прости? Я, ну бывает правило Серафима Саровска, там сколько раз в отче наш считать. У меня свое правило. Это три святое. Знаете, начинают Божий милостив. Вот сейчас считается, Христос воскресенье до отче наш просчитали. И потом 100 поклонов. 10 Христу, 10 Божьей Матери, 10 Ангелу-Хранителю, Иоанну-Хрестителю, Николе-Судотворцу. Всем пророкам, небесным силам и апостолам, мученикам, святителям, женам и девам. По 10-100 поклонов. Это вот разовое. Это 7 минут. И в день, чтобы было не меньше 7 раз, не считая утренней и вечерней молитвы. И чтобы обязательно ночью была молитва, ночная молитва. Если этого нет, МФ вот это. Златоуз говорит, если я узнаю, что ты не молишься, я тебе заранее скажу, ничего великого ты не сделаешь. Можно, конечно, околоцерковное, да разное, там называют псевдо. Это не мои слова. Но я знаю, что там огня нету. А я сразу встану и 10 часов праздную молитву только раз. А если ты все время этот сосуд промываешь и мнешь, это другая обстановка. Вот эти ребята работали у одного наемной нынче. Ну, семья большая. Я говорю, одно условие, чтобы 7 раз в день могли они остановиться на молитву. Так я с ними встану тогда. И их спрашиваю, как? Это нельзя объяснить, это надо испытать. У тебя все время как огонь какой-то полыхает. У тебя все время тянет размышления о небесном. И ты знаешь, аж полтора часа мне сейчас на молитву становиться. Уже не грешить там ничего, это все запредельно. И о чем бы вы ни говорили, все вкладывается вот в это семикратно в день, в день, не в ночь. Прославляю тебя за суды правды. Что бы ни делалось, я все подвожу. И это правильно, суды Божьи, а не справедливы. Благодарю. Он спрашивает, а какая у вас днем, мысли такие. А ночью? Вот я спать ложусь, у меня последняя молитва. Господи, ангел, не отступись, разбуди меня ночью на молитву. Вот надо это знать, что такое. Я тебе буду говорить, а если ты не имеешь, ты просто на уровне мозговом примешь. Вот я готовлюсь быть арестованным. Я хожу на работу, у меня белье дополнительно с собой, немножко сухарей. Я все время в церковь, я сумочку не расставался, второй арест когда ждал. И так получилось, у меня все на мне есть. Но последняя молитва, я всех просил, узнайте, что мне, просите, чтобы у меня был дух молитвы. И баптисты спрашивали, а что такое? Он спрашивает, я понимаю, он не знает. Это напоминает мне, я занимался языками много, там испанским, французским. Я разговаривал в оригинале с людьми, с американцами, но это знания невысокие. И когда мне говорят, такой-то человек знает хорошо, там на корабле работает, ну капитан, я говорю, сводите меня к нему. Мы начинаем говорить, о, как вы хорошо знаете, он английский язык, допустим, или немецкий. Я у немцев в собрании выступаю на немецком. Вот эта похвала для меня достаточно, чтобы понять, что он ничего не знает. Мои знания очень ограниченные, они очень слабые. Я это знаю по языкам. Это непрерывно, ежедневно надо считать несколько страниц и беседовать с людьми. Я знал политику, религию, медицину, ну то есть какие. А коснись другой темы, я уже плыву, плыву там. И вот о молитве. Последняя моя молитва, чтобы ночью не проспать. И вот арестовали в тюрьме, а там свет не выключается никогда, ни днем, ни ночью. И подъем в шесть. Днем бесполезное дело, ты не ляжешь там. Я ложусь в одно и то же время. Мне надо подъем в шесть, я прошу в четыре. И вот охранники, они уже ходят все время в охорщики, за глазок заглядывают. И друг друга говорят, подойдите сейчас, вот смотрите, вот от попта лежит. Вот лежит, я вот так вот лег, руку не уберу. Вот сейчас смотрите, посчитаем, посмотрите, вот без одной, сейчас одна минута, сейчас он соскочит. И по часам смотрят, а нет, потом говорят, ровно четыре часа. Я вдруг раз, тресно соскочил. Никого не едино, я умылся. А меня в туалете никто не видел, даже в камере. Полная камера, людей ни разу в туалете не видели. И сразу на молитву, двухчасовая у меня молитва. И в день, в день, по полтора часа примерно пять раз остановился на молитву. А дальше с восьми до десяти, в десять отбой, собирается с этажей охранники, открытая камера, я им проповедую везде. Кто бы ни сидели, Зоя Крахмальникова, Елеб Якунин, Глеб, ни у кого этого не было, как у меня было. Вот я утром уже помолился, подхожу к своей шконке-то, а ребята сидят наверху. Отец, вот вы сегодня молились, семь человек сзади вас остановилось, вы ни разу не обернулись. Вы на колене, они на колене, преступники. А может мы тоже с вами встанем? Это Бог делает. Это реценевисты по шесть раз были. И Бог их ставит на колени. Вот представьте, я беседую, а у него статья тяжелая такая. Ну, просто грозит ему срок большой. Что делать? Ну, в первую очередь, рассказать следователю все как должно. Следователь рад, не рад, что у него висяк этот сойдет с него. Сказать, ну так меня тогда домой никогда не упустят. А об этом думать не надо, я христианин. Ты согласен? Сейчас начнем молиться. Да я не знаю, ну тогда деть меня, не скушай. Скажешь, согласен? Вот меня по интернету многие просят. А то у меня заготовка. Кто просит, я ему разъясняю, что такое молитва, ссылку делаю на форум. И сейчас мы остановимся. Вот что такое сто поклонов и о чем? Это семь минут занимает, вот это разовое. На молитву согласны? Друга, я на работе. Ну, придешь с работы, позвонишь. Нам нужно одновременно стать с теми, кто просит. Вот, я встал на молитву. И у меня все другое. Камера как будто распахнулась, меня здесь нет. Я не просто молюсь. Ну, надо отмолотить молитву, как у православных. Это очень часто принято. Ну, положено утреннее и вечернее правило. Это не так. Это живая встреча со Христом. Вот мне срочно нужны были деньги. А одно время, ну, прямо поджимают уже. Ну, ты же видишь, какой арсенал выпущен. Вот, ну, вы знаете, что выпустить, это за миллион. Только вот этот трехтомник захватило. А у меня пенсия минимальнейшая. Сейчас вот 5300. Мне не давали работать, и меня как в гомжа пропускали. У меня 35 стажей рабочих. Я строитель, плотник. Но мне не давали работать нигде власти. И вот у меня два священника было как раз дома. Я говорю, давайте, братья, помолимся. Мне нужны деньги. Но откуда же они будут? Как откуда? Мой богатый взаимодавец Христос. Христос, я прошу у него. Ну, я знаю. Златоуст говорит, если ты Богу отдаешь в кредит, получишь. Вот я прочитал, сейчас некоторые говорят, я откликаюсь маленько, как бы. Платить не десятины. Десятины – это благословение. Ты не платишь десятины, это проклятие. Это Малахия 2 глава. Я все время под благословение. Я благословенный. Почему? Вот я услышал, 27 сентября 1962 года, в 17.00 я покаялся. У пистятников я получил пилы. Я не был пистятником, но в их доме я получил Евангелие. И там я встал на другой путь. С детства был верующий, но Евангелие я не знал. Я обратился к Богу, и жизнь моя пошла по-другому. И когда я прочитал, что нужна десятина, во мне всегда кипела эта ревность. Я сразу решил, я буду давать девять десятин. Вот, пятьдесят лет нынче будет. Расскаженный день выдержал. И ста рубля девяносто на дело Божие. Я ни разу не пожалел. И вот эти священники помолились. Легли спать. Ну, хоть примерно-то знаете, откуда деньги-то? Да, отец Павел, понятия не имею, откуда. Там отец Михаил. Ну, а как тогда? Ну, как так? Я же всегда молюсь Богу. И Бог даст. Я не знаю. Во-первых, я воли Его не знаю. Только легли спать, сейчас прошел звонок. А у меня правило, что после девяти вечером, чтобы никто не звонил, друзья. Это время у нас на молитву. Это личное время. А тут звонят сейчас. Внутри, конечно, шелохнулось. Ну, я же говорил. А сразу, а может, человек не знал. И правду. Звонят в Сакраменто, США. Так, вот у нас дядя умер, Климент. А нам сказали, что у вас храм во имя Климента. Так вот, а дядя Климент, так молитва лучше всего там дойдет, где храм его. Я говорю, нет, это лагерь в честь Климента. А община в честь Анфимы Никомедийского. Так вот, мы решили на вас деньги выслать. Мы 10, 10... Вестерн-юнион собирают. Все. Завтра я помещаю. Утром встали, я пошел, помещил. А как поможешь? Если нужно вон облог, то выйдет там у нас открыто все. Понимаете как? Так, это я говорю конкретно, по делу. Вот, кажется, 15 или 16, это там так же. Мне нужно 62 100 за неделю достать. Ну какие у меня деньги-то? Ну я всем сказал. Проходим день, у меня купили на 1100, кажется, купили. Ровно 50 тысяч осталось. Звонок. Так, вы говорили, деньги нужны, 40 тысяч возьмете. В это время мобильно звоните. Я говорю, знаешь, подожди маленько, я сейчас переговорю, а то выйду. Так. И знаете, Тихоныч, давай послана машина, сейчас вы приезжаете ко мне. Главный банкир, края. Я этот телефон 40 тысяч, там мы мертвы, ничего нет. По сегодняшний день я больше нет. 40, я только отлетел, мне 50 нужно, не 40. Тот меня вызывает, он ничего про это не знает. Я выхожу, у меня здесь в ворот светет миндаль. Я посмотрел, а что я ему могу дать. У него, оказывается, день рождения. Все банкиры края собираются. Я тогда отломил 4 веточки и взял с собой. А миндаль, это символ бессмертия, Экклесиаст говорит, в книге Экклесиаста. И когда стали говорить, он полез в шкаф, что-то копается, вытаскивает красненькие мне одну, вторую, 10 штук, по 5 тысяч. Он ничего не знает. И я не знаю, сколько он дал. Дома я, когда шофер меня привез, я открываю, смотрю, 50 тысяч. Это я говорю только малую толику того, что Бог дает. Сережа, не пропусти мимо. Так, вот как конкретно. Если мы знаем Бога, значит, я знаю Его силу, Его всемогущество. Вот сейчас они бьются, вот 17 мая заканчиваются придуманными 5 лет вхождения в московскую патриархию. Этого не было там, да, этого не было, этого не было там, в синоде, за рубежом когда подписывали, а каноническое там вообще нет. Они здесь хилейно-подсудимым придумали, кто назначал 5 лет, ну и практически за 5 лет кто пришел в патриархию, они такие же были, растворились. Другие ушли там в разные юрисдикции, уже 13 сегодня, и остались только мы. Они не могут никак понять.